Добрый день дорогие друзья! Сегодняшнее видео немножко в дороге. У меня сегодня выходной. Если вы работаете на нашей фирме, с 55 работаете в смену, значит каждую третью среду вы отдыхаете. А если вы работаете в одну смену, то с 57 вы отдыхаете каждую третью среду. Я сегодня подстриг траву. И вернечка пожаловалась, что кран на кухне подтекает. Разобрал я его. Интересно получается. Сам из бронзы, хромированный, а внутри пластмасска. Ну уже 10 лет гарантии, как говорится, прошло. Позвонил в строительный магазин Том и спросил, открыты ли они для обычных клиентов. Или как раньше только для предпринимателей с этим коронавирусом. Нет, сказала, мы уже неделю как открыты. Ну хорошо. Взял, поехал в строительный магазин и купил новый кран для кухни. Люди в магазине все в масках, все с тележками и придерживаются расстояния полтора метра друг от друга. Немцы, как всегда, дисциплинированные и придерживаются этих правил. Итак, возвращаемся домой. Здесь мы проезжаем промышленную зону. И довольно-таки очень много разных предприятий открылось здесь, в Эльзенфельде. Предприятия растут как грибы. Ну а в связи с этим рабочие места, конечно. Вообще интересно у немцев. Около каждого поселка есть промышленная зона. Это могут быть производственные предприятия. Или различного рода сервисы. Или магазины. Сейчас мы проезжаем с правой стороны. Находится предприятие, которое добывает гальку и песок. Я тоже сюда ездил и закупался у них для строительства дома. Написано KISSWERK DOTTERWEICH. Интересный факт, что Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Песок для строительства высотных зданий, закупали в Германии. У них у самих песка полным-полно. Но песчинки круглые. А для крепкого цемента нужно, чтобы они были граненые. Поэтому и закупали в Германии. Машины, автобусы двигаются очень медленно. Почему? Потому что велосипедист на дороге. Если возможность обогнать, обгоняют. А нет возможности, так за ним и едут. Вот обогнал я его. Итак, мы въезжаем в поселок Кляйн-Вальштадт. У них имеются на майне шлюзы. То есть от Зюзбаха по реке вверх до ближайшего поселка Кляйн-Вальштадт имеется шлюз. А вниз по реке до ближайшего поселка Абернау у них тоже имеются шлюзы для движения речных пароходов. Кляйн-Вальштадт, впрочем, как и Зюзбах, не имеют объездной дороги. И главная дорога проходит прямо через поселок. Сейчас мы переедем в железнодорожный переезд С левой стороны вот он И проезжаем дальше по поселку Кляйн-Вальштадт Напротив находится дом престарелых С левой стороны мы видим, да Также имеются старинные постройки башни Справа мы видим Райнхойзер То есть выстроенные дома в ряд один к одному Продаются машинки С левой стороны станция Красного Христа Слева парикмахерская Шпрэнглер Специалист по отводу дождевой воды с крыши Магазинчик Маленький парк Райф Айзенбанк Булочная Шоурума Бюро путешествий Справа мы уже проехали один ресторанчик И вот с левой стороны еще один ресторанчик Справа магазин Слева ресторанчик Парикмахерская Еще один ресторанчик Сберегательная касса Банк Справа итальянское мороженое кафе И бюро путешествий А также магазин С левой стороны от нас Магазин напитков Бюро путешествий Слева от нас остается строительство Дома Справа интернет кафе Ресторанчик Магазин Асиатский массаж Магазин электротоваров Табличка внизу Автосервис С правой стороны заправка Без названия Похоже ищут новых хозяев Ну вот Кляйнвардштадт и заканчивается Мы выезжаем с него В направлении Зульцбах Слева построены два новых дома Поселок строится Люди живут Справа маленькие садовые участки Ограничение скорости Здесь на участке дороги Семьдесят километров в час Если здесь повернуть направо Через железнодорожные пути Эта дорожка приведет В поселок Дарнау С правой стороны Параллельно идет Железная дорога Как-то пусто стало Большие деревья Которые Были около железной дороги Спилили Ну значит Они стали опасны Для движения С правой Межжелезной дорогой И Автомобильной дорогой Мы видим Велосипедную дорожку Все ограничение Скорости Семьдесят Убрано Можно ехать Сто километров Мы подъезжаем К разъезду В сторону Зюльзбах И В сторону Голубого моста Через мост Можно попасть В Нитренберг И Гроссвальштад Круговой разъезд Я уже говорил Что это очень удобно Намного быстрее Люди проезжают По нему Чем Со светофором Наша электричка Всего два вагона Слева Велосипедная дорожка И вдоль дорожки Посажены Фруктовые деревья Яблони Груши Сливы С правой стороны Хоть узкое Маленькое Но поле Слева За велосипедной дорожкой Тоже Сельскохозяйственное поле Вот мы и подъезжаем К поселку Звудзбах За железнодорожным переездом Ограничение скорости 30 км в час Это сделано для того Чтобы В близлежащих домах Люди Меньше были загружены Шумом От машин Нам улыбается Датчик Показывает Мы едем 25 км Вот такой Маленький Уютный Поселочек У нас Всем большое спасибо Кто со мной сегодня прокатился Всего вам доброго Чус Пока Субтитры подогнал «Симон»